Приезд Путина скомкал все планы. Открытые политики на прошлой неделе. У нас не было оперативного совещания в правительстве. Соответственно, мы потеряли один выпуск на прошлой неделе. Но на этой неделе все вошло в рабочее русло. Путина в Башкирии нет. И очередное заседание, совещание временного правительства Башкортостана началось вовремя. Правда, с опозданием на один час. Не беда. Хабиров начал свое вступительное слово с каких-то странных кадровых намеков. Он сообщил, что очень хочет включить в состав правительства мэра Стерлитамака Рустема Газизова. И, соответственно, он его отзывает с поста мэра. И вместо Газизова назначают его заместителя Эмиля Шаймарданова. Причем Хабиров как-то так с усмешкой сказал, что городской совет Стерлитамака, конечно же, охотно подтвердил планы Хабирова назначить вот этого Шаймарданова на место руководителя города. На место мэра второго по размеру в Башкирии города. Как-то так вот уже все вот эти как будто бы выборные процедуры настолько профанировались и превратились в какую-то фикцию, что даже Хабиров усмехается, упоминая, что ну, конечно же, они там тут же собрались и проголосовали единогласно, кого я попросил, того и назначили. В общем, нет у нас никаких выборов даже на уровне горсовета Стерлитамака. Рустема Газизова забирает Хабиров в правительство и, видимо, планирует поставить его на позицию вице-премьера вместо выбывшего Морзаева или Беляева. Впрочем, в остальном о судьбе вот этого временного правительства пока ничего не известно. Хабиров ничего не уточнил. Все министры уже второй месяц работают в статусе исполняющих обязанностей. Но это, конечно, не может нервировать публику и шуршание под ковром, конечно, становится все более и более оглушительным. Далее Хабиров, конечно же, упомянул о своей встрече с Владимиром Владимировичем Путиным. Но это абсолютно незабываемый опыт. Хабиров не упомянул о том, что Путин был недоволен рядом аспектов в регионе. Например, недоволен работой скорой помощи и дал прямое указание Хабирову укомплектовать скорую помощь, как это положено по стандартам российского государства. Вот об этом чем-то Хабиров не говорил, но он зато туманно намекнул, что он подписал у Путина каких-то пять документов. Ну и теперь, как говорится, мы все заживем счастливо и жить будем долго, потому что с таким багажом, конечно, по-другому не должно и получиться. Естественно, в ходе вступительного слова Хабирова заслушали и доклад министра спорта Руслана Хабибова, который доложил о том, как здорово и прекрасно был проведен форум «Россия. Спортивная держава» в Уфе на минувшей неделе. Ну, естественно, показали ролик. Эти ролики уже попали на поток производства в правительстве. Каждый доклад каждого министра сопровождается вот этим видеорядом, видеороликом. Зачастую это целые длинные фильмы. Интересно было бы понять, каков бюджет этого видеопроизводства в правительстве, потому что оно идет совершенно таким конвейерным способом. Это какой-то Голливуд-Болливуд, постоянные видеоролики. Примечательно, что, естественно, в этом ролике Хабибова было очень много Путина, и Путин в своих речах, отрывки из которых были вставлены в ролик, именует наш регион именно Башкирией, а не Башкортостаном. Мы не знаем, оговорка ли это Владимира Владимировича или сознательное позиционирование региона, но зато знаем, что споры о том, Башкирия мы или Башкортостан, можно и дальше продолжать. Ну, собственно, например, лично мне ближе первый вариант. Обсуждая приезд Путина и весь вот этот форум «Спортивная держава», Хабиров всячески старался доказать окружающим, присутствующим, ну и опосредованно нам через экран, что Путин очень доволен им лично, вот им Хабировым. Но никаких реальных подтверждений этому мы так и не увидели, на самом деле, проанализировав все выступления Путина, посмотрев все кадры и прочее. Даже скорее наоборот, Хабиров был как-то отстранен от тела вождя, соответственно, верить Ради Фаридовичу на слово, ну, сами понимаете, это себя не уважать. Ну, и закончил Хабиров все эти свои воспоминания о великом событии, как обычно, такой витиеватой фразой. Буквально сказал Ради Фаридович следующее «Все хорошо, что хорошо прошло, и слава Богу». Конец цитаты. Ну, как говорится, прошло и прошло. Как говорил один литературный персонаж, бесплатно это если только задорого. Ну, и во многом он был прав. Очень уж дорого нам обходятся источники информации, которые, казалось бы, очень бесплатные, абсолютно бесплатные. Включил телевизор, значит, оттуда тебе какой-нибудь человек с птичьей фамилией рассказывает чистую правду. А потом это получается, что неправда. Вот именно в этом пагубности этих, казалось бы, бесплатных источников. Так что, пожалуйста, не скупитесь. Помогайте, пожалуйста, материально. Каналу «Открытая политика». Мы благодарны вам за любую помощь в любом объеме. И помните, мы работаем только потому, что вы этого хотите. А помочь нашему каналу достаточно просто. Вот на экране вы видите номер нашей сберкарты. Либо вы можете оформить постоянную подписку с помощью нашему каналу на платформе Boosty. Это уж на ваш выбор. И еще раз большое спасибо за материальную помощь. Далее последовал доклад о ситуации в ЖКХ и на дорогах. Ирина Александровна Голованова, исполняющая обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства, сообщила о том, что за минувшую неделю было три аварийных отключения коммунальных ресурсов свыше 8 часов. А также примерно 600 многоквартирных домов оставались без отопления, воды или того и другого одновременно в результате 69 технических инцидентов и плановых отключений. Ну, согласитесь, 600 многоквартирных домов – это очень много. При этом Голованова заявила, что все получатели подключены к центральному отоплению, то есть на 100% везде центральное отопление есть. Ну, есть, правда, как она выразилась, проблема с завоздушиванием систем, но с этим, как говорится, борются день и ночь. Мы проводили на прошлой неделе опрос в нашем телеграм-канале, на который, кстати говоря, не забудьте подписаться. Опрос был посвящен тому, насколько наши подписчики довольны тем уровнем отопления, который у них есть в их квартирах. Речь, конечно, шла именно о квартирах, но о квартирных домах. Участвовало в опросе свыше 1200 человек. И выяснили мы, что 70% опрошенных довольны отоплением. 23% считают, что недостаточно хорошо греет у них батареи. И вот 7% утверждали на прошлой неделе, что центральное отопление в их дома все еще не пришло. Тут, конечно, существует некий временной лаг, и, возможно, за последнюю неделю эти 7% тоже получили отопление. Но, тем не менее, 23% недовольных отоплением – это, конечно, много. Голованова, естественно, об этом не стала говорить. Но, кстати говоря, Хабиров, выслушав исполняющую обязанности министра ЖКХ, оценил работу по подключению отопления на троечку, заявив, что слишком много было жалоб на скорость подключения, на качество отопления и прочее. Прямо скажем, наши в этом случае позиции с Хабировым примерно сходятся. Далее, естественно, последовала часть доклада от исполняющей обязанности министра транспорта и дорожного строительства госпожи Минаковой, которая сообщила, что за минувшую неделю у нее случилось 35 ДТП, в которых пострадало также 35 человек и 10 человек ДТП, к сожалению, погибли. Уже 320 человек погибло в текущем году в Башкортостане, что на 24 больше, чем за тот же период предыдущего года. То есть мы начинаем опережать прошлый год. И количество, кстати говоря, нетрезвых водителей в этом году тоже значительно больше, чем в прошлом году. Имеется в виду те нетрезвые водители, которых удалось задержать ГИБДД. Это уже 13,5 тысяч человек в 2024 году. В прошлом году едва 13 тысяч было за весь год. Хабиров напомнил Минаковой затею о превращении бывших пустующих КПМ в объекты дорожного сервиса. Но там какая-то путанная история. Как выяснилось, часть этих КПМов уже давно переданы либо муниципалитетом, либо проданы в частные руки. Также был один интересный момент, связанный с транспортом. В дополнение к докладу Минаковой Хабиров сообщил, что вот этот президент Абхазии, которому мы тут без конца открывали вот эту арку дружбы с Абхазией, предложил Хабирову соединить Уфу и Абхазию прямым авиасообщением. И Хабиров сказал, что за это предложение нужно непременно вцепиться. Прямо вцепиться и биться, и разыскать авиакомпанию, которая рискнет летать из Уфы в Абхазию. Есть, правда, один нюанс. В Абхазии нет ни одного аэропорта. Есть такая проблемка. Ой, этой чудесной страны, никем не принятой, не признанной. Там вообще нет аэропорта. И каким образом будут функционировать все вот эти вот международные системы, которые так или иначе работают при авиаперевозках в России на территории непризнанной Абхазии. И как они будут работать там в условиях, когда нет ни одного аэропорта, совершенно непонятно. Правда, Хабиров упомянул, что, дескать, Абхазы скоро вот-вот построят аэропорт. Но, как говорится, свежо предание, но верится с трудом. В общем, конечно, забавно насчет авиарейса. И забавно наблюдать то, как девальвируются вот эти ценности. Еще пять лет назад Хабиров цеплялся и вцеплялся в рейс, например, Уфа-Вена. Ему очень нравился этот рейс. Видимо, он им неоднократно пользовался и настаивал на то, что он должен быть. А теперь, видите ли, мы скатились до планов сообщения, авиационного сообщения с какой-то Абхазией, которая никем не признана и в которой нет ни одного аэропорта. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки нашим видео. А если у вас есть вопросы, предложения или просто собственное мнение, конечно же, пишите комментарии под нашими видео. Это все очень нам помогает продвигать наш канал в системе YouTube. Заслушали на этом совещании и исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Фазрахманова. Но в этот раз он докладывал не об успехах уборочной кампании, которая худо-бедно завершилась в Башкортостане. Фазрахманов рассказывал о том, как все замечательно и хорошо в Башкирии с производством продуктов питания. Он сообщил нам, что за 5 лет, теперь все отчитываются за 5 лет, то есть за весь период работы Хабирова. Так вот, за эти 5 лет производство продуктов питания в Башкирии увеличилось на 29%, а производство напитков на 12%. Мясо мы стали производить в 3 раза больше, чем 5 лет назад. В январе-августе промышленность по переработке сельскохозяйственных продуктов и производству продуктов питания в Башкирии произвела товары на 117 миллиардов рублей. Это вот только за январь-август текущего года. Регион полностью обеспечивает себя всеми базовыми продуктами, и Фазрахманов также утверждает, что это стало возможно естественно только потому, что государство так трогательно заботится о сельском хозяйстве в Башкортостане, и уже целый миллиард за 5 лет было потрачено на поддержку сельхозпроизводителей. Но миллиард за 5 лет это не так уж и много на самом деле. В какой-нибудь дворец борьбы смело бухают 5-6-7 и больше миллиардов, и ни о чем не беспокоится. А вот в сельское хозяйство как-то, значит, получилось выделить 1 миллиард. Многие позиции, продолжал Фазрахманов, это растительное масло, сахар, мороженое, крупа и многие другие позиции, вывозятся за территорию Республики Башкортостан, потому что их производится существенно больше, чем мы потребляем. Например, Республика Башкортостан производит аж 13% всего сухого молока всей России и экспортирует это сухое молоко в 44 страны. Вообще продуктовый экспорт из Башкирии за рубеж составляет на данный момент примерно 300 миллионов долларов в год. То есть это около 30 миллиардов рублей. Ну, звучит вполне себе фундаментально. И в целом доклад Фазрахманова однозначно говорил о том, что Республика Башкортостан абсолютно благополучно с точки зрения продуктовой безопасности полностью обеспечивает себя всеми базовыми продуктами питания, за исключением там экзотических фруктов и овощей. Жалко, что при этом Фазрахманов никак не объяснил галлопирующий рост цен на продукты питания. Он никак не объяснил нам перспективу той вот самой продуктовой инфляции, которую мы ежедневно наблюдаем на ценниках в магазинах. Цены растут реально каждую неделю. Вот об этом Фазрахманов говорить не стал. Он рассказал нам о том, что мы производим продуктов питания сильно больше, чем нам нужно. Вот почему они такие дорогие, он нам не сказал. Традиционно уже послушали доклады о развитии чего-нибудь, к чему не имеют никакого отношения. В этот раз доклады делали руководитель башкирского филиала Куйбышевской железной дороги и руководитель билибеевского предприятия «Автонормаль». Ну, судя по их докладам, у них все прекрасно, даже лучше, чем могло бы быть. И, как говорится, жила бы страна родная и нет других забот. Отмечу, не пересказывая, в общем-то, эти, на мой взгляд, ненужные доклады, отмечу одну деталь, что из Уфы в Москву запускается новый поезд. Он будет носить номер 49 и, соответственно, 50 в обратную сторону. И этот поезд почему-то новый, с новыми вагонами и вообще такой весь современный из себя, будет ходить на 4 часа дольше, чем ходил тот старый 39-й-40-й поезд. Ну, может быть, изменился маршрут. Далее Хабиров на скорую руку обсудил с руководителем комитета по чрезвычайным ситуациям Башкортостана проблему с строительством пожарных депо, которые так и не получилось построить. Хабиров посетовал, что в бюджете нет денег и нужно как-то немножко, в общем-то, планы вот эти отодвинуть. То есть, очередной раз мы слышим нет денег. Шесть пожарных депо в отдаленных районах Башкортостана пока не удается построить. Ну, понятно, у нас же есть деньги на банкет за 18 миллионов рублей, там на 20 миллионов рублей на всякие, значит, транспортные средства для дорогих гостей, ну и всякие арки мы там из белого мрамора и гранита тоже легко возводим. На это у нас деньги есть, а вот на пожарные депо в деревнях и селах нет. Также Хабиров отметил и попытался свалить, как говорится, с больной головы на здоровую, что вот дворец борьбы, он, такое ощущение, что он лично своими руками возвел за два с половиной года. Центр фехтования тоже он лично возвел за полтора года. А вот бассейны в селе Федоровка Ермолаева уже пять с лишним лет не может построить Артем Ковшов. Вот здорово, да, разделили они. То есть дворец борьбы за неимоверную сумму из бюджета, значит, это построил Хабиров, а вот эти бассейны недостроены, это все виноват Ковшов. Я, конечно, не выгораживаю Ковшова, и Ковшов здесь совершенно ни при чем. То есть когда эти бассейны начали закладывать, начинать их строительство, там Ковшова еще рядом не стояла. В общем, Хабиров раздраженно потребовал от Ковшова найти решение и доложить ему что-нибудь такое хорошее, а не, как он сказал, в долгую. То есть если, говорит, нет денег в бюджете, ищите в небюджетных источниках, но это еще лучше. Это какие-то, значит, левые серые фонды, непонятно откуда взявшиеся деньги. В общем, конечно, вот как выясняется, на очень многие вещи у нас денег не хватает. Далее Хабиров сообщил, что он уезжает на два дня в Москву, очевидным образом согласовывать состав правительства, и в конце недели уже запланировано пленарное заседание нашего регионального парламента, госсобрание Курултая, на котором, как бы по плану, должны утвердить уже утвержденное в Москве правительство. Уже одна такая штука в сентябре была. Да, Хабиров прямо так вот абсолютно считал, что это не проблема, он вообще не полагал, что он столкнется с невозможностью согласовать правительство. Уже было назначено также заседание госсобрания, но его пришлось отменить, потому что из Москвы, значит, покрутили пальцем у виска и сказали, что мы вот этот вот состав правительства, который вы нам тут прислали по факсу, мы его никак не согласуем. Ну, по сути, повторюсь, регион уже более полутора месяцев работает без утвержденного легитимного правительства. И даже приезд Путина, похоже, не придал ускорения этому процессу. Хотя Радик Фаритович, очевидно, очень рассчитывал на то, что Путин, значит, даст отмашку и, значит, это все побыстрее сделается. С другой стороны, ну, подобный ступор в управлении регионом очевидным образом подтверждает всю неправильность и всю неэффективность той кадровой политики, которую Хабиров осуществляет вот уже пять лет. Продолжение следует...